Среди поделочных камней есть один, забытый на целые столетия. Это садолит. Как же он выглядит? Почему стоит сейчас недорого? И что такого особенного нашли в садолите древние инки? Всем привет! С вами Ольга Меликян и канал JimStones. Мы начинаем! Несмотря на то, что минерал использовали древние инки по всему остальному миру, о нем особо никто не слышал до 1811 года. А вот лишь спустя 80 лет открыли крупное месторождение садолита в Канаде. Именно с этого периода медленно стал появляться спрос на этот поделочный камень. Садолит по своему составу это алюмосиликат натрия и свое название он получил именно из-за состава, так как сода по-английски это натрий. Внешне самая распространенная разновидность чем-то напоминает лазурит, но без золотых вкраплений перита и с белыми прожилками. Однако мало кто знает, что бывает садолит розовый, зеленый, серый, желтый и даже красного оттенка цвета. А они при этом есть и очень эффектно смотрятся. Сегодня садолит стоит очень недорого. При этом украшение с садолитом смотрится очень эффектно и на это повлияло несколько причин. Камень достаточно распространен в природе по сравнению с другими поделочными камнями, например, бирюзой, лазуритом, тем же нефритом. Садолит встречается в Канаде, США, Индии, Италии, Германии, Гренландии и Норвегии. Ярко-синие красивые образцы чаще всего мы видим из Бразилии. Россию матушка природа тоже не обделила. У нас есть хорошее скопление садолита на Кольском полуострове и на Урале. Вот посмотрите на колье из желтого золота в викторианском стиле садолитом. Все почему-то уверены, что садолит это недорогой поделочный камень и поэтому он вовсе не заслуживает, чтобы в качестве металла использовалось именно золото. А вот я считаю, что садолиту обрамление золотом очень идет. И колье от Ильяса в этом смысле хорошее подтверждение. Чаще всего садолит встречается в виде зернистых масс. Но если удается при этом найти кристалл садолита, это большая удача. Его можно огранить и использовать в ювелирных украшениях. Очень редко можно увидеть голубые и синие кристаллы садолита. И это удивительно красивое зрелище. К сожалению, у кого не услышишь, все говорят, а садолит это тот, который на лазурит похож. Однако у лазурита нет и половины вариантов оттенков цвета садолита. Посмотрите, лиловые или светло-голубые образцы садолита в природе. Это же настоящий праздник. А ведь есть еще красные, желтые, серые, темно-зеленые и даже черные. Интересно, что редкий красный садолит на воздухе неустойчив и начинает чернеть. Его второе название гакмонит. И он был назван в честь минералога Виктора Гакмана, который обнаружил эту разновидность. В продаже садолит не самый частый гость. И если есть, то, как правило, синий с белыми прожилками кальцита. Выглядят такие образцы очень эффектно, как горы в звездную ночь, покрытые белоснежными вершинами. Твердость садолита средняя, 5,5-6 баллов по шкале Маоса, что, в общем-то, похоже на твердость нефрита или бирюзы. Но есть одно интересное свойство у садолита, которое многим поделочным камням совсем не характерно. Под воздействием ультрафиолетовой лампы садолит начинает светиться, становясь, например, вместо синего оранжевым, красным, желтым. Этим он отличается от лазурита, с которым его часто путают. Посмотрите, насколько интересным становится его оттенок цвета под воздействием ультрафиолетовой лампы. Древние инки очень ценили садолит. И они не просто его ценили, они без него не могли жить, причем в прямом смысле. Все полы и стены были облицованы этим камнем. Кроме того, было найдено много захоронений с различными религиозными фигурками, вырезанными из садолита. Садолит инки растирали также в порошок, используя его как краску для ритуальных обрядов. Инки верили, что садолит способствует сохранению здоровья и лечению больных. Также, благодаря использованию этого камня, инки считали, что у них появлялась магическая сила. Не знаю, конечно, что там с магической силой инков, но сам по себе поделочный камень очень хорош. Его глубокий синий цвет очень успокаивает, а украшения с этим минералом не уступают традиционным поделочным камням. А вам нравится садолит? Хотели бы вы носить украшения с садолитом? Напишите об этом в комментариях. Если вам понравилось это видео, самая лучшая благодарность для автора – это лайк и подписка. Хорошего вам настроения! Давайте думать о прекрасном!